А мы еще один аспект стекольного производства обсудим с вами. Стеклодувное ремесло, это завораживающее по своему виду, собственно говоря, зрелище. Ну и давайте мы сейчас пообщаемся с теми, кто этим непосредственно занимается. Один из таких у нас прямо сейчас на связи, Алексей Артемьев, мастер стеклодувной мастерской «Хрустальная сказка». Алексей Геннадьевич сейчас находится в удаленной студии «Кубань-24» в Сочи. Мы вас приветствуем. Что изготавливается в вашей мастерской? Какая у вас продукция? Расскажите. Добрый день, Алла. Ну, расскажу вам про нашу продукцию. Одно из изделий я сейчас держу в руках. Вот такая вот красивая «Хрустальная роза» делается методом плавления стекла в огне при температуре 1100-1200 градусов. И когда стекло, как расплавленная лава, уже становится пластичным, то есть с помощью простых инструментов, которые тысячи лет назад такие же были, это простейший пинцет, ножницы. Алексей Геннадьевич, еще один вопрос. Сколько, получается, ушло времени для того, чтобы вот этот цветок, о котором вы сейчас рассказали, вот этот сложный процесс, чтобы его создать? Ну, вот именно такой цветок, по времени я его сделаю за полдня. То есть здесь в основном и скорость работы, чувствовать стекло надо. И даже если маленькую фигурку какую-нибудь сделать, я ее смогу сделать даже за 15 минут. Ну, видимо, потому что у вас уже рука набита. А что касается цены, сколько стоит изделие, изготовленное таким способом? Все зависит в основном от сложности. То есть если я, к примеру, делаю фигурку за короткий отрезок времени, то она может стоить 100 рублей, 150. Если изделие очень сложное, и я могу затратить на него целый день или даже два дня, то цена может стоить и 5 тысяч, и 10. То есть просто все зависит от сложности. Алексей Геннадьевич, ну если еще несколько лет назад у наших родителей, бабушек, дедушек, стеклянные изделия были в каждом доме большим спросом, пользовалась посуда такая, то сейчас все чаще все-таки отходят на второй план, вытесняют более дешевые, что называется, практичные материалы. Вы ощущаете это на вашем производстве коротко, да или нет? У меня все изделия, они больше интерьерные, подарочный вариант. То есть если вы пришли, закостили себе букет лилий, то я вам с удовольствием сделаю прекрасный, как живой. Спасибо вам большое, спасибо все-таки, что вышли с нами на связь. Ну а прямо сейчас прерываемся на рекламу, скоро вернемся, не переключайтесь.